Двойной антирекорд в Москве. И об этом сообщила заместитель мэра Москвы Анастасия Ракова. По ее словам, российская столица вышла к пиковым значениям с середины весны. Рудовые мигранты из стран Центральной Азии в России могут снова оказаться на пороге больших трудностей. Досмотреть это видео до конца вы узнаете, что ждет мигрантов и как это бедствие предотвратить. Начинают действовать новые меры для предотвращения распространения коронавируса. Многие, вероятно, снова отправятся на удаленку. Тем, кто старше 65 и болен хроническими заболеваниями, тоже лучше оставаться дома. Подписывайтесь на наши обновления, чтобы быть в курсе о всех новостях на нашем канале. Новые меры будут и в Москве, а значит позже по всей стране. Стройки в России не будут остановлены из-за пандемии коронавируса. Такую надежду выразил вице-премьер России Марат Хуснулин. По его словам, в настоящий момент главная проблема заключается в дефиците трудовых ресурсов из стран СНГ на строительном рынке. Выход из ситуации достаточно простой. Увеличивать заработную плату на этих рабочих местах. Как только эта заработная плата будет увеличена, на них появится большое количество претендентов. В результате этого начали расти цены на строительные услуги, что может повлиять на себестоимость строительства. Подчеркнул вице-премьер. Между тем, из-за роста заболеваемости коронавирусом россияне уже рассматривают вероятность введения новых ограничений. Все же в целом ограничения не такие жесткие, как весной, например. А такие осложнения могут коснуться и трудовых мигрантов, проживающих и работающих в России. Странные рабочие, пережившие самоизоляцию в России, к началу осени смогли восстановить свою занятость на 70%. Однако новые ограничительные меры вновь грозят сделать их заложниками ситуации. Однако пока иностранная рабочая сила продолжает быть востребованной. Причем в ряде регионов приезжим можно найти работу очень легко. Так наибольший уровень занятости мигрантов превышает отметку в 80% в Калмыкии, Камчатке и Чукотке, Ямало-Ненецком, Автомномном округе и Сахалине. Астраханская область, я звонил прям глава района лично. Пожалуйста, помогите. Вот нам надо 3000 человек, нам надо что-то это сажать и это сажать. Вот. И в итоге вот там сейчас какой-то один автобус еле насобирает. При этом самым популярным регионом, куда стремятся мигранты, по-прежнему остается Москва, а за ней следует Санкт-Петербург и Ленинградская область, Московская область и Краснодарский край. По словам проректора финансового университета, при правительстве России Александра Сафонова, мигранты не потеряют рабочие места там, где ведется строительство важных объектов, либо добыча ископаемых. Как ваша жизнь поменялась во время пандемии? Свои ответы пишите нам в комментарии под этим видео. Ну, естественно, если вы работаете в России. А мы тем временем продолжаем. Никто не будет приостанавливать работу этих отраслей. Строительство дорог и трубопроводов – это нельзя сказать о других субъектах, о Москве. Здесь мигранты трудятся по патентам на свой страх и риск. Добавил Сафонов. Эксперты предупреждают, что большая часть мигрантов даже в случае при остановке работы предприятий на родину возвращаться не спешит. Они урежут свои расходы, будут экономить, но останутся в России. Выяснилось, что уже сформировался некий класс мигрантов, ну, не знаю, можно условно назвать его там зажиточным. То есть, которые привыкли здесь, ну, не только в Москве, просто в крупных городах. Которые уже привыкли к определенной работе, к определенному доходу. И когда работа не стала, дохода не стала, они говорят, мы поживем какое-то время там очень бедно. Но условно там в поле сажать картошку мы не поедем. Вместе с тем, в оперативном штабе по борьбе с коронавирусом в России сообщили, что осенью закрывать границы и останавливать авиасообщения не будут. В отличие от весеннего кризиса. А потому, так или иначе, мигранты смогут в любой момент вернуться домой. Правда, с тем мы знаем, с какими трудностями происходит возвращение, и что даже этот вариант мигрантов не обрадует. На этом у нас все. Оцените наше видео подпиской и лайком.